С 1 сентября жители Петербурга ожидают очередное повышение тарифов, а значит мы увидим новые цифры в квитанциях на квартплату. Как показали данные опросов, материальное положение подавляющего большинства, 79,8% петербургцев, чувствительно к росту тарифов. То есть это на самом деле рост тарифов для 80% населения очень значимо. При этом наиболее распространено мнение, что жилищный фонд должен содержаться за счет государства. Такого мнения придерживаются 60% петербургцев. Однако очевидно, что на содержание жилищно-коммунального хозяйства нужны средства, и немалые. Следовательно, повышение цен избежать невозможно. При этом специалисты подчеркивают, что речь идет не о росте тарифов, а об индексации цен. Долгое время индексации среди оплаты услуг за поставленное тепло, за коммунальные услуги не происходило. При этом шел рост, например, индекса потребительских цен в год 20%, 11, 12, 13, 8, 9, 6. Индекс цен производителей промышленных товаров, которые мы используем для того, чтобы ремонтировать трубопроводные сети и так далее. 21, 31, 13, 25, 14, 18, 12 шел рост цен на энергоносители. Повышалась оплата труда тех работников, которые проводят работы в сфере коммунального хозяйства. Но при этом тарифы оставались неизменными. Большая часть расходов придется на отопление. Сегодня мы переходим в соответствии с требованиями федерального законодательства к расчету за услуги по схеме 1,8, а не 1,12. То есть летом жители нашего города не будут платить за теплоснабжение, но в отопительный период они будут больше. При этом общая сумма по году не меняется. Увеличение оплаты за тепло произойдет после того, как будет принято постановление о начале отопительного сезона. По прогнозам комитета по тарифам, в результате перехода на новую систему размер оплаты может вырасти примерно на 40% для граждан, проживающих в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепла. С этими прогнозами согласны сторонние эксперты. Для тех, у кого нет приборов учета тепла в доме, и плюс есть социальный найм, рост может составить до 30%. Потому что тепло – это одна из самых больших составляющих в наших платежах. Если раньше тепло мы платили с разбивкой на 12 месяцев, теперь это будет платить с разбивкой на 8 месяцев. При этом специалисты обращают внимание, что за тепло действительно придется платить значительно больше, но повышение цен на другие услуги будет существенно меньше. Поэтому в целом квартплата вырастет примерно на треть. Правда, по мнению экспертов, и тех, у кого есть соответствующие приборы квитанции на квартплату, могут неприятно удивить. Вот представим себе, что сентябрь теплый, и в сентябре вообще не топят. Они заплатят очень мало, потому что в сентябре раз не топят, то за тепло прибор учета показал ноль, но зато за январь, когда будут морозы, они заплатят в два, а то и больше раз, чем сейчас. Сумма в квитанции вырастет также за счет планового повышения с 1 сентября тарифов на тепловую энергию и на холодную воду примерно на 6%, а также на 15% на газ. Для граждан, снимающих помещение у города по социальному найму, увеличатся тарифы на содержание ремонт лифтов, вывоз и утилизацию бытовых отходов и другие. При этом чиновники не исключают, что управляющие компании увеличат эти платежи и для собственников квартир. Чиновники рекомендуют жителям города, которых будут смущать цифры в квитанции, обращаться на горячую линию и сайт комитета по тарифам за разъяснениями. Если вы читаете в своей квитанции тариф отличный по форме, цифре, еще чему бы то ни было, от устанавливаем комитетом по тарифам, это тариф незаконный. По незнанию, либо по умыслу, но так или иначе. Для всех жителей, невзирая на то, на каком праве они проживают на своей жилищей площади, все тарифы на коммунальные услуги, я имею в виду тепло, газ, электричество, вода, они устанавливаются комитетом по тарифам. Если вы не видите такого тарифа, он неправильный. В свою очередь, вице-губернатор Сергей Козырев дал поручение под ведомственным комитетом организовать горячие линии для горожан по вопросу предстоящего осенью роста квартплаты.